Друзья, добрый день! Мы находимся в городе Истра, на объекте у Павла Рыбакова. Напомню, мы им устроим дом из газобетона. Сегодня к нам в гости приехал специалист, руководитель технического отдела компании Ютонг. Он поделился опытом, дал полезные советы, а также проверил качество работы, за что ему огромное спасибо. Напомню, меня зовут Громов Фёдор, и мы занимаемся проектированием и строительством домов из газобетона. Ну вот смотри, вот классический пример, да? Вот глянь сюда. Вот здесь вот у тебя толщина шва меньше миллиметра. Вот здесь она 3 миллиметра. Если бы рабочий потратил бы 10 секунд на то, чтобы шлифануть это место рубанком, то здесь этого не было. И тут вот видишь прямо, клин идет вот на эту точку, потому что вот этот блок, он чутка вот так вот стал. Вот. И вот там вот мы видим соседнюю комнату. Да. Павел, если можешь прямо крупное снятие, оно будет прямо очевидно иллюстрировать то, о чем я говорю. Да не, не, ну ничего страшного, это как бы... Ничего, что я указка такой пользы. Да, вот наши терки. Только такими работаем. Каждый ряд шлифуюсь, да? Вот. Но есть недостатки, Сафара. А рубанок есть? Рубанок есть. Не, но на самом деле терки достаточно, вот если честно, вот этот перепад, вот этот, ну очень небольшой, вот этой терки было бы достаточно. Ну было бы, но здесь просто не досмотрели. Да, то есть я думаю, что тут не вопрос там рубанок или терок, а то что не досмотрели. А, это ты делал? Откладка. Нет, это все хорошо. Отлично, откладка вообще, слушай, все, спавил, сотрись все это. Слушай, ты тоже слушай, видишь, есть недостатки. Вот, есть недостатки, да? То есть, ну пускай они не слишком существенны. Сафар, вот ты как кладешь? Ты ряд положил, потом что делаешь? На самом деле вот. Так. Везде подправила. Подправила? А вот если, наверное, не досмотрел, да? А кушать, наверное, очень хотел, или что-нибудь еще у тебя там было? Или кто-то позвонил тебе? Ну так тоже бывает. Не, ну, надо просто работать над этим. Это надо понимать, что вот такие моменты, они есть, вот как здесь, да? То есть и на них... Ты видишь, да, Сафар, что там проблема в чем? Да, вот этот блок просто его, ну, чуть-чуть не дошлифовали. Да, это как бы, ну, я думаю, в массе это как бы не слишком видно, но тем не менее, надо на это просто обращать повышенное внимание. Чтобы откладывали доски, но это не спасло их от опрокидывания. Стоят просто как бы в разном уровне. Еще я смотрю, здесь поддоны стояли один на другом, правильно? Поддоны стояли один на другом, вот. Ну и, конечно, это сказалось там, грубо говоря, там на каких-то сколах, да? То есть брак был. А вот это я подозреваю тоже при разгрузке, да? Был какой-то удар, потому что это порванная упаковка и так далее. Павел, а чем? Тут вообще непонятно, то есть блок просто как бы уехал. Ну, то есть вот купить самый дорогой газобетон, да, и... Да, к сожалению, такое встречается. Не, ну, в самом деле тоже... Похоже не то, что у меня там плохое, просто... Да нет, не ты плохой, это просто как бы ты не знал, да. То есть я считаю, что вот, ну, как бы это все-таки зависит, во-первых, да, то есть это нормальный дистрибьютор, нормальный подрядчик, которые работают как бы, ну, с друг другом, то есть на выгодных условиях. То есть подрядчик должен дистрибьютору объяснить, да, что мы вот подготовили площадку, мы разгружаем уголками. Дистрибьютор должен это понимать. То есть водитель не должен спешить там, давай быстрее, я поехал. То есть, ну, как бы это вот такое вот... То есть это ошибки, когда ты не знаешь, да, на что обратить? Ну, да, да. Мои детали, да? Нет, на самом деле подрядчик вопрос такой должен контролировать. То есть он должен все это организовать. То есть вот... Я говорю про себя. Ну, ты же не подрядчик, понимаешь, ты просто частный застройщик, который купил сам себе газобетон, и, в принципе, тебе как бы, ну, это было тяжело организовать самому. Но, с другой стороны, если Павел купил камеру, да, то он, наверное, посмотрит, что ему привезло. Потому что если ему привезли, а там, извините, куски пластмассы и битый объектив, то, наверное, никому, кроме как самому себе, это не предъявишь в качестве... Нет, ну, согласен, согласен. Но он же не знал, что как нужно разгружать, что нужно подготовить площадку, да, что нужно все это аккуратно выгрузить. Вот, но это не знание. Плохо организация. Ну, да, да. Отсюда вывод, смотрите YouTube, получайте новые знания и не повторяйте ошибок Павла. Да, то есть, да. Боинами проемные, армируйте все. Вот. Он говорит, а, ну, говорит, а как каждый четвертый ряд? Я говорю, ну, если у вас в проекте каждый четвертый ряд, мы и армируем каждый четвертый ряд. Ну, правильно ответ строителя, что нужно сделать, как в проекте. Как в проекте. Потому что зачастую строители говорят, я так уже построил 10 домов, 100 домов, все было отлично, и начинает принимать решения уже исходя из своего опыта. Есть проект, да, то есть, и от проекта как бы отходить не надо, да, то есть, если заложили армирование, значит, если, ну, заказчик говорит, да, я не хочу армировать, да, то есть, ну, это другое, он на себя берет ответственность, а так зачем, да, если в проекте нет армирования, то есть, значит, мы его не делаем, если в проекте армирование есть, мы его делаем. То есть, именно, не каждый там четвертый ряд или каждый третий, а именно как в проекте. потому что везде по-разному то есть здесь сделали первый ряд ну здесь павел захотел пол только первый ряд заармировали 1 и под оконами проем пойдем по подоконами проемами снимем вот тоже такой вопрос вот очень часто заказчики задаю да то есть как бы говорит по технологии youtube да вот окно сафар всегда отмечает где окно да то есть грубо говоря 50 40 диаметров сюда 40 диаметров сюда идет зависимости от того какая арматура есть производители блок который рекомендует армировать вот этот ряд то есть как бы мы работаем вот по этой технологии да то есть мы как бы под оконами проемами армируем то есть ну не знаю просто мне вот не нравится когда здесь арматура это мое мнение до третий логи тонк ровно так не за ряда ладно ну я просто как бы на курсах youtube проходил на эту систему и мы как бы ее для себя ввели вот но есть тем не менее производители которые советуют здесь армировать вот я как бы опять же не могу здесь сказать да то есть как лучше как хуже то есть мы вот делаем на ряд ниже оконного проема да в этом плане есть разночтение у производителей но в общем то мы придерживаемся классической немецкой технологии когда это армируется вот именно в этом ряду да а что касается дальнейшего армирования да опять же повторюсь что это мы делаем так как заложено в проекте да если есть проекте кармирование там первый каждого последующего там пятого ряда так и делом если в проекте нету армирования ну то есть как бы то делаем только вот под оконными проемами делать проект потом передел ici потом переделаешь лучше по факту какие там будешь делать человек по факту это по факту qui жила специализированных строителей занимается под 편ула кровь и делают ну опять же тут понимает надо понимать что те кто занимать складкой в газобетон да они умеют хорошо делать там тонкой шовную кладку они же не умеют правильно спроектировать там нагрузки снять да то как это будет работать и некоторые узлы они как бы ну просто не знают как это сделать если они увидят они могут это сделать то есть ну профессионализм рабочего да и профессионализм конструктора это как ну немножко разные вещи поэтому здесь я как думаю что вот такая зыбкая дорога я не делаю проект потому что возможные изменения да а как бы есть такое подозрение что по факту она вот самого случится как 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 должно случиться да как правило ты когда подходишь к определенным этапом и у тебя все они складывается ты потом делаешь и переделываешь то есть я вот такие проекты тоже да я тоже таких строил очень много проектов когда вот даже вот пример павла да то есть мы построили первый этаж что такая с окно еще появилась да то есть мы выпилили окно то есть то в принципе страшно в этом ничего нету но тем не менее когда все-таки есть проект да то есть и мы от него что-то отходим это одно когда ну вообще нет проекта да например я могу построить без проекта до дом ну например монтажник который вот он сегодня здесь работает до 10 дней он быстро закончил поехал на другой объект там закончил поехал то есть он не должен думать он должен хорошо уметь читать проект то есть если он будет думать но он деньги не будет зарабатывать то есть надо понимать да что если сам строитель который работает руками он при этом еще и думает вот ну тогда это долгострой будет а поэтому лучше все заранее согласовать то что у каждого выпили на окно да это его время то есть грубо говоря если три дня заказчик думает как выпилить окно то есть люди три дня сидят и думаю да или им надо за это доплатить то есть это лишние расходы да то есть ну или грубо говоря им будет невыгодно он сначала сделал кладку потом видимо да не ну здесь мы все успели на самом деле да то есть это как бы здесь так ну не такой принципиальный вопрос но тем не менее есть есть вот такие моменты то есть армирование под окном ну на ряд ниже окон а то есть окно появилось до момента как сделана была кладка но это еще нет нет да одно окно нет армирования да ну павел как бы сам он говорит я наберу ответственность на себя да то есть я как говорится выпиливает окно моя жена да 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 не но с учетом того что у тебя здесь будет кедрал да то даже с тебя будут какие-то волосяные трещины на фасаде то ты их не увидишь и наверное не успеешь расстроиться изнутри они возможно появятся ну тогда ты наверно не больше не я вообще считаю человек который стройкой занимается он понимает что трещины это ну когда такой вопрос да то есть это ну если они не раскрываются да я не думаю что прямо надо переживать если нет прям несерьезно микротрещины появится это правда да я тоже думаю ну и в идеале чтоб их не было на самом деле на наших домах их нету да может где-то уже есть то есть ну заказчики не звонят то есть не жалуются но вот лично для моего дома я понимаю что ну какие-то микротрещины это как бы ну будут они да то есть это не так страшно вот это главное чтобы заказчика который не строитель он за это боится не но есть аварийный вариант не а можно застребить застребить вот здесь вот сейчас по блоку да и на рем состав установить снаружи изнутри стержни и обязательно должны лети на всю длину а вот в проекции конечно да конечно ну она как бы соответственно если вы будет предпосылка к ее образованию то соответственно эта арматура она и сдержит вот вообще в принципе а зачем нужно армирование подоконных сон знаешь вот смотри у тебя сверху идет нагрузка от перекрытия от кровли от снеговой нагрузки от полезной нагрузки второго этажа и в простенке эта нагрузка передается справа от него у себя вес подоконника цветочков там и кота который сидит на подоконнике и в этой зоне возникает как бы растягивающие напряжение потому что здесь блок жата здесь нет соответственно здесь потенциально может пойти трещина и соответственно арматура она сдерживает это напряжение и не дает ей появляться и развиваться а вот ездишь да там у тебя вот там пять дней в неделю ты как бы каждый каждый день съездил на вид когда у тебя 20 домов неважно смысле сюда не раз в неделю вообще на все объекты а на все объекты слушай ну ты значит хорошо все наладил и подобрал правильных исполнителей виктор ездит а отлично виктор привет вот опять таки да когда компания раскрутилась у нее не 5 домов а 25 и соответственно найти 25 бригад которые также классно делают как те 5 к с которым начинался бизнес до в эту сложно и вот зачастую компания которую там два года назад я мог бы порекомендовать как образец по качеству по всем объектам там через какое-то время показывает ну диаметрально противоположные результаты мы знаем про некоторые компании с не будем как бы это не надо зачем вот и это на самом деле проблема российского бизнеса когда до золотой телец и погони за прибылью собственно закрывает эти вот фанатичные фанатичные фанатские вот эти вот желания до делать качественно классно и дарить радость людям в качестве хороших домов но вот такой подход да вот разделить фундамент фундамент чеки кладку кладчики кровли кровель чеки правильный подход и условно конечно это уже не может один человек одинаково хорошо делать он может относительно неплохо делать все эти три вещи но если делать только фундаменты только естественно качество у него будет скорость и качество то есть и у него будет как бы загрузка именно фундаментами вот у нас сейчас такая возникла проблема да ну как это не то что проблема я думаю это нормально то есть разрывы даты фундамент сделали то есть как бы ждем когда приедет бригада то есть ну кладку сделали вот например сейчас сафар здесь дом делает да то есть он сразу вот буквально в четверг марку заливаемся в пятницу он уезжает в новую москву вот там делает этаж потом приезжать пау пока это стоит здесь делается и то есть грубо говоря каменщики постоянно заняты хотя я бы мог туда другую бригаду найти да но качество то есть это была другая бригада поэтому ну если заказчики нормально к этому относятся они ждут вот именно ждут ну людей по крайней мере которые вот они видят что это они они там кто-то там грубо говоря там совета или откуда ну к сожалению заказчики тоже зачастую не понимают за что они ну грубо говоря переплачивают да они вот реально ищут самые дешевые предложения да там укладка 2000 извините дорого да мне нужно 1200 мне вот там товарищи около дикси предлагать за 1200 да в итоге не берет товарищи дико за 1200 получает треш кладку купив дорогой качественный газобетон получает от откровенно плохую кладку и собственно и самое интересное что они даже не понимают что у них треш кладкой все устраивает они гаджи под отделку зачем зачем лучше ну вот мне тоже там звонил недавно до человек он говорит сколько у вас стоит куб кладки я говорю от полторы тысячи рублей вы чё охренели что лорога ничего не сказал дорого ли дешево не знаю может он сказал дешево да то есть он просто и повесил трубку да такие встречаются но это как не наш заказчик да мы понимаем что как бы есть себестоимость да то есть ну вообще как рыночная стоимость да то есть на этой кладки да хотя мы принципе не накладки зарабатываем да мы зарабатываем на строительстве домов вот но тем не менее то есть да люди хотят подешевле ну ради бога то есть многим просто как говорится нравится да чистая кладка многим нравится когда у них все замазано то есть все грязно везде бардак не подметено да то есть ну то есть есть люди которые готовы переплачивать это за подход вот именно за подход то есть тонкий шов это тоже подход и так и чистый ровный фундамент как там аккуратная кровля как вызвать полу на шеф-монтаж но это же подхода то есть потому что ну не все бригады умеют там допустим делать нюансы вот то есть например павел объяснил если бригадир умный он это взял на вооружение да у на следующем объекте уже это все сделать подход и заказчику это нравится вот то есть проход в проектировании в сопровождении там приглашение там представителей тех или иных организаций на объект тоже подход потому что ну это качественный подход а кому-то просто хочется до купить хороший блок там замазать кладку да то есть там кольца залепить там все сделать там крышу там утеплить там вот там кое-как там без пароизоляции да то есть поменять пароизоляцию из гидрозащиты ну да не нет из-за спан а сделать пароизоляция из-за спан б сделать наверх либо разойдется положить другой стороны ну да 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 то есть такие как говорится заказчики тоже есть ну ладно это как бы сейчас это это ты вырежи